По поручению АО «Банк Русский Стандарт» информируем вас об уникальной возможности погасить задолженность на выгодных условиях. Срок акции ограничен. Для получения детальной информации свяжитесь с нами по телефону. 8 800 775 1730. Звонок бесплатный. Сообщение от финансового агентства по сбору платежей. До соединения с оператором. Нажмите «1». Для повторного прослушивания... Давайте поговорим, оператор. Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Некрасова Антонина Анатольевна. Добрый день. Здравствуйте, Антонина Анатольевна. Вот единичку нажал. Сказали мне... Выгрузнецов Дмитрий Евгеньевич, верно? Совершенно верно. Возвонок вам поступал по поручению Банка «Русский Стандарт». У вас имеется задолженность. Вы длительное время не решаете вопрос. Сумма долга на 4 июня 2016 год составила 621 850 рублей 91 копейка. Также у вас есть очень выгодные предложения от вашего критора. Ожидайте минуту, точнее, информации. Какую информацию, точните? Я заговорю, для вас имеется важное выгодное предложение от вашего критора. Ожидайте минуту. А, конечно, подожду. Что выгодного-то такого? Брал 200, должен 600. Спасибо, что ожидали. Критор готов пойти вам на встречу и предоставляет вопрос, решить вопрос о погашении задолженности на выгодных для вас условиях. Критор предлагает рефертиризировать ваш долг. Вам будет предоставлен новый график платежей с максимально комфортным для вас ежемесячным платежом. Вы погасите текущий долг и далее будете предоставить оплату ежемесячными платежами. Согласитесь, это же хорошая возможность решить вопрос задолженности на выгодных условиях. Пока не могу согласиться. Какие-то поверхностные предложения. То есть должен я банк 200 тысяч, а вы озвучили 600. И что же я должен погасить? Мы работаем по информации с банка. У вас только основной долг 291 057 рублей 83 копейки. Его нужно погасить, а потом еще что-то отдавать в банк. Что ж тут выгодного-то? Подождите. Для предоставления рефертиризации банку необходимо подтверждение вашей платежной способности и готовности сотрудничать. Вам необходимо платить сейчас задолженности. Какую максимальную сумму вы можете сейчас оплатить? Так, смотрите. Вот вы говорите логику, сейчас попытаюсь проследить. Подтверждение моей платежеспособности. То есть если я ее не подтверждаю, то банк, естественно, признает, что я не платежеспособен. Правильно? Что в этом случае будет происходить? Если вы не подтверждаете вашу платежеспособность, вам рефертиризация не предлагается. То есть в итоге я вот эти 200, сколько там, тысяч основного долга не могу отдать. Банк это понимает. И ситуация совершенно понятным образом. В таком случае, Дмитрий Евгеньевич, если вы не произведете оплату для оформления рефертиризации требования банка, оплатить долг по номер 1 в чине 3 дней до 9 июля. Сумма каплата 620 за 1850. Где логика? Где логика? Где логика? Я не платежеспособен. Смысл требовалось человека от того, что человек не может исполнить, сделать, выполнить. И что, где логика? Какой-то абсурд в этом предложении. Адмитрий Евгеньевич, нет, никакого абсурда нету. У вас было очень много времени для поиска денежных средств. Прошло более чем год. Ну так и что. Нет, подождите, возвращаясь к началу нашего разговора. Да. Подтвердить платежеспособность. Я ее не могу подтвердить. Значит, по логике той, которую вы сейчас декламируете, человек не платежеспособный может заплатить 600 с лишним тысяч легко и просто. А вот платежеспособный может заплатить гораздо меньше. Где логика? Какой это абсурд? Если мягкими терминами выражаться. Никитрий Евгеньевич, нет никакого абсурда. Это требование банка. Повторяю еще раз. Подождите, дайте мысль закончить. Если это требование банка, то там априори не может быть абсурда? Да может быть абсурд. Я его вижу, очевидно. Предложение неконструктивное. Совершенно... Дмитрий Евгеньевич, предложение конструктивное. Я хочу сказать от вас ответ. Где? Какой ответ? Мы сейчас ведем неконструктивные переговоры. Давайте вернемся к сути переговоров. Прошу еще раз. Давайте вернемся к конструктивному. Какую максимальную возможную сумму вы можете оплатить для оформления республициализации? Я говорю, я неплатежеспособен. Я вам задал вопрос. В случае подтверждения моей неплатежеспособности, что дальше будет? Вы сказали, что надо теперь найти 609 тысяч. Еще раз повторяю диалогика. Дмитрий Евгеньевич, я вам сообщаю. Это требование банка, Дмитрий Евгеньевич. Уважаем вам уже неоднократно. Да. Таков смысл нормального, здравого человека идти на предложение абсурдное и заведомо. Я же не идиот какой-нибудь. Мне не предложили ни одного нормального решения вопроса. Анатолиевна, ну как, где вы сами себя слышите? Антонина Анатолиевна меня зовут. Антонина Анатолиевна. Тоня, вот ты намного младше меня. Антонина Анатолиевна, на ты не переходи. Давайте сейчас сделаем стиль и уважать друг друга. Окей, договорились, Анатолиевна. Будем на вы. Итак, Анатолиевна, вот ты человек взрослый. Ой, вы. Извините. Антонина Анатолиевна. А, Антонина Анатолиевна, тебе что, оскорбляет это или что? Хочешь, меня тоже димоном называют? Да, меня так оскорбляет. Как это, почему? Это наоборот, классно, круто. Дмитрий Евгеньевич, я вижу, что вы не настроены вести конструктивный диалог. А почему, давай, хорошо, Антонина Анатолиевна. Стоп, Антон, Антон. Всего доброго, до свидания. Не можешь ничего.